МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Вовлечь в оборот. По итогам работы с объектами недвижимости, которые не использовались, наша область признана лучшей в стране. Тонкий лед. Спасатели призывают граждан не выходить на водоемы. Мы попытались выяснить, почему любителей зимней рыбалки не останавливает смертельная опасность. Для добра всегда есть время. О волонтерском движении интервью с лидером главной младежной организации региона Игорем Завалеем. Все подробности этих и других событий с жизни региона в ближайшие 26 минут. На уходящей неделе в Гомеле обсудили вопрос вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Речь идет примерно о 1400 объектах. И хотя это почти в три раза меньше, чем было в 2016-м, задание на этот год можно считать достаточно напряженным. Какие меры предлагает принять Комитет Гомель облоимущества и какие требования выдвигаются к специалистам на местах, знают наши корреспонденты. В соответствии с поручением Гомельского облсполкома в четвертом квартале прошлого года Комитет Гомель облоимущества провел анализ реальной эффективности использования недвижимого имущества. В шести районах неиспользуемых объектов не оказалось вообще, зато в остальных их насчитали около полутора тысяч. Меры, которые будут приниматься к владельцам неиспользуемого имущества, штрафы за нарушение земельного законодательства и санитарных норм. Такие здания действительно не украшают населенные пункты. До начала этого года был еще один стимул навести порядок. Повышенный в 10 раз коэффициент к ставке земельного налога и налога на недвижимость. Именно такую меру применили к владельцам зданий бывшего завода торгового оборудования. Как результат, 3,7 объектов уже снесены, на остальных началась реконструкция. Впрочем, особого выбора у предприятия не было. Случаи, когда проданные на аукционах объекты возвращаются к государству, в Гомельской области также не редкость. Есть, к сожалению, недобросовестные, которые приобретают имущество и по истечении нескольких лет их не используют. Поэтому в рамках законодательства мы данные объекты возвращаем обратно в государственную собственность. Таких объектов у нас возвращено уже более 30% от проданных за последние 10 лет. По вовлечению объектов в хозяйственный оборот в прошлом году Гомельщина стала лучшей среди областей Беларуси. Но это не повод для победных отчетов. Тем более, что для ряда субъектов хозяйствования закрытые на замок здания – это дополнительные и достаточно большие затраты. На балансе коммунального предприятия «Советское» объекты, от которых в свое время отказались предыдущие владельцы. Несколько раз их уже сдавали в аренду, но ожидаемого результата не достигли. На сегодняшний день свободные нежилые помещения. Затраты по ним Кожуруб Советская несет за счет собственных средств. Это затраты по амортизационным отчислениям, налог на землю, налог на недвижимость, а также в зимний период оплата за отопление. Так как все помещения у нас находятся на первых этажах жилых домов, встраиваемые, отключить отдельно от жилого дома не имеется возможности. Два здания бывших музыкальных школ, расположенных в Гомеле по улице Войкова, выставлялись на торги 18 раз. В декабре прошлого года Гомельский горосполком принял решение об их продаже за начальную цену в одну базовую величину. В ближайшее время здания выставят на электронные торги. Сегодня этот способ продажи неиспользуемого имущества еще не является основным, однако считается достаточно перспективным. Мы проводим электронные торги с 2016 года. Каждый год они все активнее и активнее. В 2018 году мы провели 7 электронных торгов, выставили на них 55 объектов, из них было продано 8. То есть развивается с каждым годом, и это современные технологии, конечно, которые будут пользоваться активным спросом. В качестве положительного примера использования имущества, которое длительное время не приносило никакой пользы, бывший производственный участок завода «Эмаль-посуда». Сегодня на 44 тысячах квадратных метров размещается самый большой в Гомельской области торговый центр. Уже больше года здесь нет свободных торговых мест, заполняемость стопроцентная. Ежемесячно этот центр посещают более 450 тысяч покупателей. Очень удобный магазин в том плане, что сюда пришел, закупился полностью все то, что нужно для дома, для семьи. Не знаю, мне, я очень довольна этим зданием и именно этим комплексом. Очень красиво, вы же сами посмотрите, какие оригинальные красивые залы, какие шикарные магазины. Поэтому я только за такие магазины. Для более эффективного использования имущества и, как следствие, развития экономики региона, в Гомель обл. имуществе предлагают активизировать работу по продаже объектов, которые не используются. Плюс проведение активной рекламной кампании и оперативное принятие решений о распоряжении имуществом. Соответствующие решения будут приниматься местными райисполкомами, деятельность которых в плане вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества пока оценивается неоднозначно. Значительного положительного влияния не оказывает даже проводимая в регионе учеба специалистов, занимающихся вопросами использования недвижимого имущества. Если мы прошлые годы шли первыми, то сейчас уже, видите, нас уже нагнали и мы уже меняем ситуацию. Поэтому начинаем, давайте, работать хорошенько в этом плане. Потому что это не только наведение аппарата на земле, но это экономика, вовлечение, продажа, это новые рабочие места, это создание условий для работы бизнеса частного. Поэтому давайте уделим этому внимание. На 18 февраля в Гомельской области запланированы очередные аукционные торги. Среди предлагаемых объектов общежития в агрогородке Лукский Жлобинского района, а также комплексы семи зданий в городском поселке Корма. Олег Сентюров, Анастасия Кучинская, Валерий Гопанько. Новости недели. Вопросы строительства жилья и развития инфраструктуры озвучили гомельчане, которые пришли на прием к помощнику президента, инспектору по Гомельской области Юрию Шулейко. Подробности этого, а также других важных событий недели далее в обзоре от службы информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В соответствии с планом комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности в Гомельской области завершилась отправка Вооруженные силы Республики Беларусь военнослужащих запаса. Всего в боевые части из региона направлено около 500 человек. Максимальный срок сбора в 35 дней. Время пребывания на сборах будет оплачено по средней зарплате. Индивидуальные предприниматели получат государственную компенсацию 15 базовых величин. В Гомельской области становится больше врачей общей практики. Их доля в системе первичной медпомощи сейчас составляет 71%. Такие данные озвучены на коллегии по результатам работы органов в организации здравоохранения региона за минувший год. Развитие института врачей общей практики сейчас называют одним из важнейших направлений работы здравоохранения. Квалификация специалистов дает им право консультировать всех членов семьи в любой области медицины. Это позволяет в первую очередь улучшить обслуживание жителей отдаленных населенных пунктов. Примерно 36 тысяч человек в прошлом году обратилось в органы по труду и занятости Гомельской области за помощью в трудоустройстве. Брифинг, посвященный этой теме, прошел в облсполкоме. Большинству, почти 27,5 тысячам граждан, рабочие места были найдены. 380 человек получили субсидии для открытия собственного дела. Кстати, в этом году цифра будет не меньше, и планируется, что помощью в организации бизнеса смогут воспользоваться около 400 человек. В Гомельском технопарке заработала диалоговая площадка. Гомель Эктив создана для обсуждения актуальных бизнес-тем. Темой первого диалога стала активизация стартап-сообществ в регионах. Сегодня с помощью банков стартапы в областях все чаще получают финансовую поддержку. Работу Гомель Эктив организаторы собираются сделать постоянной, правда, если к ней будет интерес у гомельчан. Реализация социально значимых проектов, помощь беженцам и трудоустройство молодежи. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста подвела итоги деятельности в 2018 году. Так, почти 600 вынужденных переселенцев получили ваучеры на общую сумму в 130 тысяч рублей. При этом в прошлом году за помощью обращались граждане 82 стран, в том числе Сирии, Индии, Бангладеш. В Гомель открылся первый в стране кризисный центр для социализации людей, оказавшихся в тяжелом жизненном положении. Расширил свою деятельность проект «Няня Красного Креста». Не остается в стороне организация и от помощи молодым людям, желающим трудоустроиться. Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям провело в Хойникском районе профилактическую акцию «Безопасность в каждый дом». Место выбрано не случайно. В прошлом году на пожарах здесь погибли три человека. Акция началась с посещения спасателями частных домовладений. Особое внимание престарелым и лицам, злоупотребляющим спиртными напитками. Именно в их домах пожары происходят наиболее часто. Кроме проведения разъяснительной работы, закрепить навыки безопасной жизнедеятельности в Хойниках решили путем проведения квест-игры. Зимняя рыбалка – любимое хобби многих мужчин. За плечами ящик со снастями, в руках ледобур, на шее – эхолот. На каждом водоеме и сейчас, несмотря на оттепель, сотни рыбаков. Тем временем специалисты не устают напоминать. Лед этой зимой не только на реках, но и на озерах и затонах очень специфичен. А если точнее, опасен. Наш корреспондент Марина Джалая постаралась найти ответ почему, а заодно понять, что стоит за потребностью в экстремальном. Я очень боюсь выходить на лед. Я выходила один раз в жизни, в детстве, мы переходили в Добруши через реку. Я это запомнила навсегда и думала, что в моей жизни этого больше не произойдет. Но вот случилось такое спецзадание, нужно его выполнить. Нужно пройти 300 метров приблизительно до рыбаков. Адреналин я уже чувствую. Надеюсь, что с заданием мы справимся. Сюжет выйдет в эфир. Рыбаков во время съемок на заливе около Гомельской областной больницы оказалось около ста. Но это в будний день. Выходные, говорят, втрое больше. А если клев, то эту территорию делят около полутысячи любителей зимнего лова. Дмитрий Уклейкой своей жизни без рыбалки не представляет. Это увлечение с детства. Его фамилию, как нельзя лучше подходящую для этого хобби, знает буквально каждый любитель посидеть с удочкой. А кто не знает, может посмотреть внушительные фотоотчеты Дмитрия в соцсетях. Что касается этого залива, его рыбак облюбовал давно. Место красивое, рыба прикормленная. Лед, утверждает рыбак со стажем, здесь прочный. На наших глазах делает новую лунку. Толщина льда около 45 сантиметров. По данному водоему это практически такой везде лед. Конечно, есть там вот несколько промоин. А вот если взять на реку, то там лед, конечно, тонкий. И туда ходить небезопасно. Вы не ходите на реку? Нет, на реку я не хожу. Во-первых, и погоды такой не было, сильных морозов, снег был, он не давал льду замерзать. Во-вторых, там течение, там опасно. Здесь опасностей нет. Здесь уже рыболовы ходят каждый день. Они знают этот весь участок, ну, как свои пять пальцев. Участки этого залива рыбаки между собой называют корчи, зазеркалье, яма. На яме самая большая глубина – до 16 метров. Но опасность не здесь, а чуть подаль. Там находится место с промоинами. Недавно, говорят, рыбаки их было очень много. Сейчас мы нашли только одну. Опытные рыбаки эту территорию обходят стороной. И поясняют, выходя даже на известные места, не помешает позаботиться о личной безопасности. В ноябре месяце мы уже вышли на лед, то есть уже было довольно-таки комфортно ходить. Лед удобный, безопасный. Ну, опять же, для безопасности желательно одевать жилет защитный. То есть это не помешает. Независимо от того, что лед, допустим, 30-25 сантиметров, жилет никогда не будет лишним. Собой рыбаки советуют прихватить и вот такое приспособление. Это зацепы. Их еще называют спасалкой. Это самодельный вариант, который сделан из каленого, скажем, закаленной стали, закаленной стали, с деревянной ручкой. Но суть одна. Опять же, вот видите, вот самодельная вещь и вот заводская. Тут длиннее, да? Если лед присутствует, скажем так, на льду, какая-то неплотная верхняя часть, либо снег, то вот этим заводским изделиям, может быть, не удастся, скажем так, надежно вколоться в лед. Этот более надежен, может быть. То есть здесь есть свисток. Свисток, да. Позвать на помощь, потому что, когда человек проваливается под воду, он сказать ничего и громко твикнуть не может. Ну, самая главная функция этой вещи, что она должна лежать где-то в максимально доступном месте, вот как у меня. Карман никогда не застегивает. Несмотря на внешне прочный лед, у берега табличка. Она предупреждает, что ледяной слой здесь тонкий. И это не парадокс. Из-за частой смены температуры лед на водоемах региона в этом сезоне, как говорят специалисты, напоминает слоеный пирог. Плотный слой чередуется с рыхлым. А это грозит образованием промоин. Где – не предугадаешь. Поэтому 20-30 сантиметров льда – не показатель его надежности. В связи с тем, что изменились погодные условия, резко ухудшилась обстановка на водоемах нашей области. Во-первых, лед, ледовое покрытие формировалось в сложных условиях. Погода сменялась от оттепелей к морозу, выпаданием снега. И поэтому, разумеется, все это оказало влияние на формирование ледового покрытия. В связи с тем, что повысилась температура, сейчас на ледовое покрытие оказывает влияние и погодные условия. Это и туман, это и осадки, талые воды и другие природные факторы, которые влияют в целом на ледовое покрытие. Поэтому ледовое покрытие стало резко ухудшаться. У каждой стороны этой истории в философии экстрима своя правда. И здесь психологи настойчиво рекомендуют не забывать главного. Никакой богатый улов не стоит волнения близких. Что касается семьи, это высокий уровень тревоги за безопасность этого человека. Нужно говорить, еще раз, еще раз напоминать. И говорить не о том, что ты плохой, ты не заботишься о нашем благополучии. А нужно говорить, мы беспокоимся за тебя, пока ты на рыбалке. Я тревожусь, пока ты там сидишь на льду. Эта рыба не стоит того, чтобы я так долго переживала, волновалась. Это разрушает нашу семью. То есть нужно об этом просто говорить. С начала ледостава жертвами воды стали два человека. В Речице на днях утонул рыбак. А в Добрушев ноябре – подросток. Да, рыбалка для сотен жителей региона – хобби номер один. Да, подледная охота и сама философия экстрима для многих – то, от чего так сложно отказаться, несмотря ни на что. Однако сотрудники освода в очередной раз подчеркивают, если таких рисков нельзя избежать. Позаботить хотя бы о том, чтобы их минимизировать. Хорошая экипировка, знание местности, осторожность и осознание опасности любимого хобби еще никому не помешали. Марина Джалая, Валерий Гопанько. Новости недели. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла. Волонтерский отряд Союза молодежи «Доброе сердце» на Гомельщине признан одним из лучших в стране. Сегодня в регионе благотворительное движение объединяет более 7 тысяч человек. Школьников, студентов, работающих молодежь. Что подталкивает тысячи ребят каждый день помогать чужим людям и делать это совершенно бескорыстно. О философии добра интервью с первым секретарем Гомельского областного комитета БРСМ Игорем Завалеем. У вас в руках книжка волонтера, которую разработал и внедрил Союз молодежи. Это что-то вроде трудовой? Да, это не совсем трудовая книжка. Это предтрудовая. В 2015 году по инициативе Союза молодежи была внедрена вот такая книга, волонтера она называется. Для чего это сделано? Для того, чтобы, наверное, более тщательно вести контроль ребят, которые предрасположены к той или иной виду деятельности волонтерства. Потому что есть социальное, есть экологическое, есть спортивное. То есть три основных направления. Если брать социальное, то здесь нужно брать особую подготовку ребят, потому что это работа в детских домах, с престарелыми, с инвалидами. То есть это специфическая работа, которую надо готовить. Если спортивное, то можно молодого человека с горящими глазами, который просто хочет помочь ей что-то сделать. Экологическое – то же самое. То есть эта книжка призвана определить молодого человека к той или иной предрасположенности виду волонтерства. То есть, с одной стороны, для организации это своего рода систематизация, а для волонтера, как минимум, его опыт зафиксировано. Да. Ну, во-первых, когда пройдут годы, ему будет приятно открыть и показать, может, даже своим детям, где он работал, что он делал. Но один из самых, наверное, главных моментов – это то, что эта волонтерская книжка помогает ребятам в том числе и при поступлении в ВУЗ. Если смотреть какие-то социальные специальности, то это учитывается при поступлении. Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы при трудоустройстве уже в социальные учреждения, в том числе, в приоритете рассматривались те люди, у которых есть такая книжка, и у которых видно, что он на самом деле, придя в то или иное учреждение, уже имеет опыт работы с определенными категориями граждан. А вообще, как по-вашему, что подталкивает сотни и даже тысячи ребят во всех регионах помогать совершенно чужим людям? Вы знаете, года два назад я думал, что это мода. Типа, сейчас модно, волонтерство, вот это такое слово. Причастность к чему-то, доброму, масштабному. Да, но вот прошли годы, и я понял, что, наверное, не в моде дело. Каждый молодой человек на генном уровне, на генном, у него есть предрасположенность к тому, чтобы творить добро. Мы, Союз молодежи, для себя видим, наверное, основную роль создать, наверное, площадку стартовую для того, чтобы показать, что такое волонтерство, каким-то моментом, может быть, его обучить, и как вообще самореализоваться в этом направлении. Дать возможность делать добрые дела. Но ведь это целое направление сегодня, целое движение, национальное движение «Доброе сердце». Какие проекты, на ваш взгляд, буквально тезисно, сегодня являются по-настоящему не только успешными, но и действенными? Ну, прежде чем перейти к проектам, хотелось бы отметить, что по итогам 2018 года именно направление «Доброе сердце» в Гомельской области было признано лучшим в республике. Потому что мы в этом году вывели на новый качественный уровень и спортивное волонтерство. Более двух тысяч ребят приняли участие в спортивных соревнованиях, обслуживании их. Но самое главное, что мы их и пощеряем. Пощеряем чем? Это абонементы в бассейн, в тренажерный зал. То есть мы еще параллельно приобщаем их к здоровому образу жизни. То есть, если можно так сказать, одним выстрелом убиваем двух зайцев. Всего порядка 200 отрядов у нас. Это 7 тысяч ребят. Как я уже говорил, это экологические отряды, социальные и спортивные. Ключевые проекты есть, такие, которые я бы хотел отметить. Это, наверное, «Все краски жизни для тебя». Это такой проект для меня лично, он очень близок. Потому что я в нем заинтересован. Это проект, который призван... Вот есть у ребенка проблема, да, заболевания, нуждаются операции, приобретение оборудования. Да, родители, ну, у них есть друзья, соседи. Это максимум их круг общения, которого они могут привлечь к этой проблеме. Мы же, как общественное объединение, со своими десятками тысяч молодых людей, стараемся привлечь общественность к одному этому ребенку. Пускай это кто-то там по рублю поможет, кто-то еще как-то. Но в сумме, когда это тысячи молодых ребят... Удается собрать серьезные суммы. Да, серьезные суммы, которые помогают в том числе потом провести эти операции. Спасибо за это доброе дело, спасибо добрым сердцам. Но на вам, Игорь, спасибо за это интервью. Спасибо большое, Александр. Главное литературное событие года, 26-я международная книжная выставка-ярмарка в Минске, сегодня завершает свою работу. Мероприятие прошло под слоганом «Больше, чем книги». На протяжении пяти дней писатели и издательства 35 стран презентовали книжные новинки и делились опытом. А рестораны столицы организовали литературный гастрофест. Тем временем Гомель принимал гостей 4-го международного фестиваля света. Участников из Беларуси, России, Украины и Литвы. Помимо гала-концерта они провели серию мастер-классов и благотворительное шоу для детей. Подробнее о культурной жизни региона расскажет Анна Корольчук. Наши предки называли бабочек порхающими цветами. И действительно, вес такой вот красавицы можно сравнить с парой лепестков розы. Жизнь их так же скоротечна, как и у сорванного цветка. От пары часов до пары недель. Они появляются из кокона, чтобы блеснуть своими изящными крыльями и снова уйти в неизвестность. Самых красивых и изящных насекомых бабочек можно увидеть в картиной галереи Гавриила Ващенко. К экспонату привезли в гомель в коконах и разместили в инсектаре в выставочном зале. Для них создают теплый и влажный климат, поэтому посетители могут наблюдать за превращением куколки в бабочку. В экспозиции представлены десятки видов крылатых красавиц из Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Центральной Америки. Оказаться в тропиках и полюбоваться бабочками можно до 3 марта. В другом зале картиной галереи Гавриила Ващенко можно увидеть настоящий дядьковский хрусталь. Хрустальный завод в Дядьково – жемчужина российского стекольного производства. Предприятие сохранило традиции мастеров прошлых веков. Сейчас талантливые художники-дизайнеры продолжают развивать накопленный за два столетия опыт. Дядьковский хрусталь изготавливают и декорируют в основном вручную. Вместе с новыми композиционными решениями мастера используют традиционные способы декора – гудную технику, гравировку и алмазное гранение. Люстры из дядьковского хрусталя украшают Третьяковскую галерею, музей ковра в Баку и дворец правительства на Кубе. В Гумельском музее фотографии и печати открылась выставка «Белорусский амбротип-2». Экспозиция выполнена в технике мокрого колодия, которой более 160 лет. На выставке представлены портреты и натюрморты четырех белорусских авторов. Амбротип – это вариант колодионного процесса, в результате которого на стеклянных пластинах с эмульсией получается негативное изображение. Если приложить к ним черный фон, снимки выглядят как позитивные. На то, чтобы налить эмульсию, сделать снимок и проявить его, у фотографа есть не более 15 минут, иначе колодий высыхает. Такая фотография получается несовершенной, с царапинами и подтеками химикатов. Флоресцентные танцы, созданные из лучей картины и тысячи огней. Сказочное шоу подарил гомельчанам четвертый «Гомель Лайтфест». Аналогов этому фестивалю в Беларуси нет. Он направлен на популяризацию светового шоу и смежных жанров эстрадного и циркового искусства. Цветовое оборудование участников год за годом становится более оригинальным, плетаясь в одежду и сценические приспособления. Помимо светового решения, жюри фестиваля оценивала синхронность исполнителей, оригинальность номера и драматургию. Далее узнаем, чем нас удивит следующая неделя. Окутанный мистикой и скандалами, спектакль «Мастер и Маргарита» покажут на сцене Дворца культуры железнодорожников. Зрителей ждет достаточно смелая трактовка бессмертного романа Михаила Булгакова. Блестящий актерский состав во главе с Ольгой Кабо и Ивром Калненьшем, оригинальная музыка, лазерное шоу заставят вас поверить, что любовь сильнее смерти. Отметить День всех влюбленных походом на спектакль предлагает и областной драматический театр. Благодаря праздничной акции на протяжении трех дней, 13, 15 и 16 февраля, можно попасть на постановку вдвоем по одному билету. Зрители ждут такие комедии, как «Женское счастье», «Мужчинам вход запрещен» и «Женихи». 14 февраля гомельские городские оркестры приглашают всех влюбленных на концерт. Духовой оркестр под руководством Сергея Колупаха и солисты коллектива исполнят для вас легендарные хиты о любви. Романтическая атмосфера, конкурсы, призы сделают вечер незабываемым, и ваши сердца сольются в унисон. В культурной жизни региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.